Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о фитиле. Рассмотрим наши посадочки на фитиль, которые мы делали совместно с вами. И также прогуляемся по нашей огромной стране и зайдем в гости девочкам-архоманочкам, живущим в разных регионах нашей страны. Субтитры подогнал «Симон» 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 цветонос в принципе посадки у них одинаковые здесь на дне дренаж мох и сверху присыпано корой все кто если кто-то не видел и интересуется могут пройти еще раз повторяюсь посылки и посмотреть на эти посадки давайте рассмотрим следующие сейчас секунду дальше тоже 2 орхидеи эти орхидеи мы пересаживали в один день когда получили мох вот они красотки такие сейчас ставлю фото как они выглядели давайте немножко рассмотрим их по отдельности значит это орхидея пикассо это такой огромный лапоть на самом деле судя по фото вы можете видеть что у нее не было практически тургор никакого листья веселье представляете чтобы набраться тургуру такому листу это еще надо постараться сейчас листья она держит самостоятельно подпорочка это потому что она очень огромная она сама по себе заваливается девочка вот но листочки она держит самостоятельно они большие корешочки у нас наросли что с одной стороны что сейчас покажу вот эти тоже у нас жирные красивые наросли и здесь тоже у нас имеется корешочки ни одной рукой не удобно но они поверьте уже есть они новые там проклюнувшиеся вот сейчас перестала особо растить корни но тут вот еще что-то проклеиваться потому что она растит у меня цветонос ну вырастила еще вот такой вот листик но это ребята это небо и земля и вот поверьте мне что было и что сейчас с ней есть есть что что шикарный результат и в принципе достаточно она быстро пришла в себя следующую красавицу мы тоже пересаживали вместе вот с этой когда получили мох фото тоже вы видели какая она была здесь конечно тоже тургора набрала но морщинистость вроде как осталось но листики достаточно плотные она их видите сама держит тоже к верху вот нет такого и не смять им поломается и нарастила тоже посмотрите вот хорошую корневую систему от шеи здесь вот уже вот корешочки устремляется у нас туда так сейчас и с этой стороны то есть тоже вот нарастила прекрасную корневую систему орхидейка хорошо себя считаю чувствует и все нравится тоже посадочку повторяться не буду оставлю ссылочку вот вместе пересаживали на данный момент выглядит вот так какие компоненты использовала как закручивала фитиль можете тоже пройти и посмотреть и и вот сейчас тоже посмотрим последнюю группу вот этих вот красавиц здесь эти красавицы уже по-другому немножко то есть вот эти по одному посажено вот эти две по одному посажены и эти две посажены по одному принципу это азиатской орхидеи метеор на днях я буду ее обрабатывать от корневых гнили и грибных инфекций потому что вот этот вот листик имеет вот в общем это другая история другое видео кому будет интересно тут зайдет и по время за на за это время вырос вот этот вот лист который имеет грибковость какую-то тут вот это кому корешочек вылез что там еще и мне внутри значит фитилек часы и достану и внутри такой вот фитиль с четырех сторон то есть вот четыре видите веревочки свисает у нас ничего показалось значит вот этих корешочков не было вообще видно это они уже пробились сквозь толщу вот этого субстрата вот тоже корешочек уже уходит ко дну в общем процесс идет орхидея растет корешочки появляется там где-то я тоже на дне видела покажу там еще на дне из корешочек который тоже уже пророс сквозь не вот эти а еще есть там сквозь толщу всего это в общем прекрасно себя чувствует орхидея кому интересно посадка вот такая тут может тоже пройти посмотреть замечательно себя чувствует орхидея то есть фитиль мне вообще в принципе устраивает и последнюю покажу на данный момент орхидея это групповая наша с вами посадка до двух биг липов мы сажали вот такой большой горшочек там все в порядке можно и не буду вытаскивать но там все слава богу в порядке надо вот только единственное сейчас будет ее поливать уже подсушилась и за это время прекрасно она тоже себя чувствует посмотреть какие листья глянцевые красивые дала вот тут вот ответвление и дала у нас это на красоточка вот здесь цветоносик вот он растет другая тоже пыталась дать но на его за трам за тормозила сейчас покажу он но на его тормозного в росте то есть вот наши все с вами посадочки замечательно себя чувствуют фитиль я обожаю шикарная штука ну а теперь дорогие мои пошлите в гости девчоночкам архоманочка посмотрим на их посадочки всем мои дорогие спасибо за просмотр всех люблю если кто-то не подписался подписывайтесь на мой канал все айда в гости вдохновившись видео марина тоже возникло желание посадить что-нибудь на фитиль у меня как бы есть такая орхидейка очень долго с ней вожусь она очень долго и старательно пыталась откинуть копыта так сказать сохнуть или кому как нравится но вот корневую как бы я ей нарастила наращивала на керамзите вот как бы я с керамзитом дружу нового тургор восстановить у меня не получалось долго я с ним какие системы я бы только не садила вот пришила его посадить на фитиль и о чудо буквально за несколько дней пребывания на петиле у него начал восстанавливаться тургор первоначально тургора был только вот этого листика молодого нового листика который мы вот видим вот эти листики они вот видно что у меня еще и трипс их поел а на этом листе даже вот следы мятинки есть о том что как бы он был без тургора вот сейчас он уже про на петель и простил недели две значит что мы можем наблюдать значит мы можем наблюдать вот он он петель мы его видим вот он он проходит вот зеленый корень идет то есть все ей нравится я и вообще не даю просушку то есть она вода заканчивается я подливаю свежую вот корешочки то есть ничего нигде не не потеряла белыми как бы она водохлёб она мне сидела в закрытой системе есть понравилось поэтому она привычна и я вам скажу то что вот что я как говорится смогла увидеть мне очень нравится это дело после чего у меня возникло желание посадить еще одну орхидейку тоже на петель это орхидейка модуляте значит тоже посадила ее на петель она буквально недавно отцвела в общем вот такая вот она орхидейка вот мы можем наблюдать зеленые корни то есть это же очень понравилась эта система вот он он фитиль проходит и увлажняет нам все внутренности да то есть все корешочки зелененькие мы можем наблюдать вот как бы тоже орхидейки очень нравится когда нам не еще сидела в голландском горшке пока цела на я ее не пересаживала я обратила внимание то что она очень быстро становится выпивает воду очень быстро становится сухой но ей я даю просушку то есть она вот выпила нам не постояла становится корни когда белыми конденсат уходит только тогда я ее поливаю вот это многим известная и любимая орхидейка программе все многие коллекционеры имеют вот но вот эта орхидейка у меня не знаю по какой причине застопорилась вот вот у нее цветоносик был и как бы он в какой-то момент он просто стал в росте и вот уже у меня наверное течение года фактически не меняется корневая него довольно таки слабая вот она тоже про также проходит фитиль конечно фитили у меня тоже как бы то немножко адаптированной под меня как бы вот и но суть все равно 1 да то есть то что мы наливаем водичку вниз или растение увлажняется за счет тела он он не стоит прям мокрое как бы но при этом она достаточно влажная ну вот буду еще наблюдает вот за ним насколько ему понравится система думаю цветонос обрезать еще сейчас он мокрый когда просохнет уберу еще цветонос вот в дальнейшем развития бог буду делиться с маришей она уже будет выкладывать youtube добрый день друзья я являюсь начинающим архоманом как либо начинающий архоман пускаю очень много ошибок поэтому всегда стараюсь прислушиваться к советам своих девочек вот смотреть очень люблю маринины мои видеоролики где черпы для себя очень много полезной информации вот эти вот пять орхидеек я вам показываю они были практически но полутрупы я решила им дать шанс и они этим шансом воспользовались везде видно я думаю что вот они фитилёчки посажены они у меня на день фитилёк вот соответственно вот она водичка фитилёчек фитиль я пропускала по горшочку в круговую то есть по спирали фитиль я вкладывала вот он виден хорошо как вот он видит фитилёчек мухом и вот смотрим что же с моими растюшечками стало это растюшечка выпустила новый листочек посадки у меня смешанные здесь у меня кора мох и немножечко у меня цифра флора вот новый листочек турбер шикарный хочу еще отметить что у всех растений турбера в листьях не было все висели просто как тряпочки далее новый листочек турбер прекрасный здесь листочка нету но восстановился турбер растения все такие крепенькие листочки стали вот это растение пришло ко мне довольно взрослые но что-то ему не нравилось он отсушил мне все листья он отсушил практически все корни поэтому было принято решение посадить его на фитиль вот и чувствуется прекрасно восстановился турберу листочком это видно вот стоял на таких палочках сейчас принципе палочку можно убрать но при этом видно что листочек держит форму как бы это уже не тряпочка вот здесь тоже самое выпустил новый листочек турбер шикарный восстановил вот давайте посмотрим что в горшочке так это вот водичка мне-то под кормочку тело и ума там поэтому черная такая вот что мы видим ребята корешочек мы видим один вот он идет фитилек корешочек мы видим еще один как видите у меня мокрый мох мокрая карата все это потому что воды много вот и вот у меня вот пришли к вот он фитиль идет по всем перемену еще корешочек еще корешенька растению комфортно растению комфортно все вот это посмотрим что у нас тут вот посадочка шейка тоже чистенькая простые комфортно поэтому мне очень понравилась посадка на фитиль вот конечно зимнее время если понадобится растение будет пересажена на фитиль вот ну а так вообще планирую до весны и весной весной хочу перевести очень многие растения на фитиль где-то может быть на динарный а если водохлёбы то может быть даже на 4 как вот последнее марина на видео было четыре фитилёчка вот еще раз повторюсь я очень довольна такой посадочкой учить работать самком в светильном также сейчас посадила некоторые растюшки малышей закрытую систему на керамзит посмотрю что будет этой посадочки у меня где-то наверно около месяца вот в течение месяца вот листики восстановились корневая растет но конечно не все два растения листочков пока новых не дали а три из них дали по новому листику будем наблюдать дальше смотреть за ними но пока я очень довольна так что спасибо всей моей группе для моим девочкам спасибо марине за советы которые помогают спасти растения всем пока